I have ways of blowing things up. Как этого звали парня? Армстронг? Нил. Нил, точно. Я почему-то запомнил, что Армстронг. Его вроде звали Нил. Надеюсь, он вернется. Хорошо. Озадачившие комментарии правительства насчет утечек данных. Не используйте один пароль дважды. Это понятно. Гоблилэпс собирается бороться с нашествием крылаток с помощью водорослей убийц. Звучит интригующе. Поехали. Девять. Почему же... Луя. Луя. Эта штука мне будет спойлерить все, типа, что... У меня... Миртл. Миртл. Умение слушать искусство, которое я часто недооцениваю. Миртл. У тебя этого искусства нету в принципе. До свидания. Аквия. Крут, когда получается нормально общаться. Это она пришла и поговорила со мной. Да? Да, 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 да. Да. Спасибо, Аквия. Так. Лукасик. До меня только что зашло, что кофе, мед и молоко не считаются за полноценный прием пищи. Откровение. Джорджи. Только что оставил парочку молодых... Остановил парочку молодых людей за вождение в нетрезвом виде. Не водите припеваючи. Игра слов ценю. А Бейлис. За качество нужно платить. Нельзя заказать работу стоимостью в 1000, а заплатить в 150. Уважайте тех, с кем работаете. Согласен? Лукас. Кстати, если у вас быстро отохнут аккумуляторы в смартфонах, я весь месяц юзаю вот этот Powerbank. Ссылка в профиле. Чилю, фотка дня, реклама. Блин. Где дизлайк поставить в рекламе? Ха-ха-ха. 10 000 миллиампер. Phone camera. Понятно. Риона. О! Из-за новых правил поменялся график доставок напитков для вечеринок. Крайний срок заказов час. Магазин закрывается час тридцать. Доставка из Bellevue. Рэйчел. Только что танцевальная репетиция вся в поту. Одно тренер сказал, что у меня уже получается гораздо лучше. Ура! Посмотрим. Так. Ну что ж, вроде это. Сегодня здесь царит жуткая атмосфера. Жуткая. На Хэллоуин собираемся? Поехали. Будто это ночь... Это ночь старой дружбы и новых знакомств. Кто же, кто же это? Кто здесь? Нил. Мяу. О! Погодите. Это батя или дочка? Я не помню, кто из них. Сейчас посмотрим. Привет. У меня чуть сердце с груди не выскочило. Ты Накамими, да? И вот-вот превратишься? Может и нет. Погодите. У кота глаза разные. Желтый и синий. Луя! Привет. Давно не виделись. А Бейлис где? И тебе привет, новый клиент. Да, точно. У него смартфон с рожками. Привет, Луя. Думаю, этот кот не из тех, что пьют кофе. Похоже, так и есть. Значит, у тебя появился пушистый любимец? Пока не знаю. Впервые вижу этого малыша. Он пересел. Мяу. Ты что, нюхаешь меня, малыш? Хочешь пообниматься? Ладно, ладно, никаких обнимашек. Отсел еще такой. Коты. Ага. Интересно, он потерялся, а ошейника не видно, так что он наверняка уличный. К тому же очень милый. Мог бы стать отличным талисманом кофейни. Думаю, это уже решать ему, а не нам. Знаете вот эту поговорку, что у собак есть хозяева, а у котов есть обслуживающий персонал? Вот то же самое и здесь. Коты, они сами по себе. Они классные. Ага. Он пошел спать? Отлично. Давно мы с тобой не виделись. И правда. Последний раз, кажется, где-то недель назад, да? Чем занималась? Честно, в основном работала, как обычно. Брать не буду, я очень устала. Ты только с офиса? Да. Ну, свою защиту скажу. Последний час я рассматривала свадебное платье от Томата Чилл. О, должно быть весело. Да. Ну, по крайней мере, не скучно. В меру восторженная критика. Как идет подготовка к свадьбе? Идет. У вас опять проблемы. Ребята, у вас же все решилось так хорошо в прошлый раз. Ну, вы че? Прежде чем я отвечу, мне надо выпить. Я спиртной не подаю. Мне кажется, сейчас бы тебе не отказалось... Тебе... Сейчас бы ты не отказалась от чего-нибудь теплого. Теплого и приятного, да. Сливочного и расслабляющего с пряной ноткой. Сливочное. Расслабляющее. Кофе, сливки, корица. Что-нибудь, что поможет мне заснуть, потому что я скоро уже отправлюсь в постель. Чай с молоком и с корицей. Вижу, у тебя появились новые модные ингредиенты. Да-да, синячая гибискус. Любопытно. Я бы попробовал гибискус с молоком и пряностями, пожалуйста. Гибискус с молоком и... Ну, давай с корицей. Свежащий, теплый, сладкий. Попробуем. Розовая пряность. Прикольно, с сердечком. Это не я рисовал, но оно есть. Подать. Новый рецептик. Так, у нас с Луи открылось, получается, новое взаимодействие где-то. Идущий специалист по развитию бизнеса и НСО. Так, домой. Да, я слышу тебя, подожди, дружище. Сейчас я посмотрю рецепт, который у нас добавился. Так, розовая пряность, гибискус с молоком и корицей. Прикольно. Когда стало больше... Да я тебя понимаю, я тебя слышу. Бедняжка. Тебе кофемашину разбудило? Вот тебе и талисман. Может, он еще вернется? Наверняка, кто ничего не делает без причины. Подождите. Тут напрашивается один маленький вопрос. Дверь в кафе... Это же не салон какой-то. Дверь в кафе обычно открывается в одну какую-то сторону, или внутрь, или наружу. Если кот зашел сам, значит, скорее всего, дверь открывается внутрь. Как он тогда вышел? Ну, я понимаю, что коты умеют лапой открывать дверь. Но мне не кажется, что это была бы слишком тяжелая дверь, чтобы он... Ладно, забей. Там к тому же дождь. Он сейчас так и ушел бы туда в дождь. Ага. Даже если эти причины часто довольно таинственные. Так и есть. А вот твой напиток. Пахнет замечательно. Какой приятный цвет. Вкус чудесный. Не сомневаюсь, что на тебя можно положиться. Твои напитки просто бальзам для вкусовых рецепторов. Ну, или как там говорят. Здорово, что понравилось. Это просто нечто. Вернемся к подготовке к свадьбе. Вы с Беллицем решили пожениться, да? Да, да, так и есть. Мы столько вместе пережили. И сейчас я точно не пойду на попятную. Беллиц по-прежнему очень мне нравится. Он и сам, и у длинные уши, и все остальное. Да, да, да. Так что я в своем решении не сомневаюсь. Это же замечательно. В решении я не сомневаюсь, но так много об этом думаю. Последнее время уровень стресса просто зашкаливает. У меня аж пара из раков идет. У тебя пара из сигарет идет. Ну, ладно. Тоже не очень замечательно. Понимаешь, это ведь важное событие. Мы только о нем и говорим, но в подготовке далеко не продвинулись. Все застопорилось еще несколько недель назад. У тебя другие ожидания на этот день? Я не знаю. Не уверен, чего я вообще жду. Я посмотрел столько фотографий свадеб на этом оточил. И если эти свадьбы были такие помпезные, напыщенные, мне на ум не приходит ни одной оригинальной идеи. А что насчет Беллица? Он ведь любитель творческого подхода во всем, а? Да, но это еще одна проблема. Мои родители готовы частично оплатить свадьбу. Я неплохо зарабатываю, так что могу покрыть остальные расходы. Беллица тоже хочет вложиться, но с деньгами у него сейчас не очень. А со своими родителями он, как ты знаешь, больше не общается. Я по-прежнему из-за этого неловко. Нет, уже нет. Если я что и поняла, то любимому нужно позволить свободу в принятии решений. Не переживаю. Из-за того, что мы спустили на свадьбу все накопления. Еще за то, что он пытается мне угодить. Вместо того, чтобы сказать, чего хочется ему самому. Слишком много на себя берешь. Пытаешься сделать так, чтобы все были довольны. Может быть. Но ведь это неиспешно, разве нет? Привет, чувак! Нил! Я знал, что ты сегодня придешь. Прикиньте, это не Нил. Прикиньте, это другой чел просто уже в скафандре. Ну-ка. Этот гость из космоса, о котором мы говорили пару недель назад? Тот, что раньше заглядывал в кофейню? Похоже на то, сложно сказать. Он ничего не ответил на приветствие? К тому же, когда мы видели Нила в последний раз, он поменял имя на Сильвер. Он был больше похож на человека. Ясно, как всегда загадочно. Кстати... Он опять вот это пальцами. Он же кофе пил пальцами. Ладно. Было слышно, как он вошел. Кстати, мы... Я не обратил внимание как-то, был звоночек или нет. Это интересное замечание. Нет, у меня вообще со слухом проблемы. Я просто невнимательный. Он очень тихо ходит. Бармен. В этом заведении обслуживают и девчонок, у которой в горле пересохло. Это особь женского... Подожди. Налег что-то покрепче. Прошу прощения. Здесь такого не подают. В самом деле... Согласно нашим исследованиям, находясь в питейных заведениях, заказывать напитки нужно именно таким образом. Похоже, ваше исследование основано на орочих вестернах. А что не так с орочими вестернами? Они нам очень даже понравились. С ними все нормально. Они просто совсем не совпадают с реальностью. В каком смысле? Ну... Такое сразу и не ответить. Думаю, лучше будет спросить, что у них общего с реальностью. И что у них общего? Сама сказала, что... Что спросить лучше об этом. Ну, он и спросил, типа, она... Оно, ладно. И правда. Так не луя ж непонятно. Думаю, ответ такой. Наверное сказано, как люди испытывают эмоции. Что они амбициозные и мечтательные. Ну и что у них есть желание и иногда они завидуют другим. И еще то, что они всегда готовы прийти друг другу на помощь. И как они влюбляются. У нас такое впечатление, что землян таки переполняют эмоции. Похоже, что да. Ваш народ в этом смысле сильно от нас отличается? О, да. Хотя, нам тоже не чувствует желание обладать. Но у землян, как минимум, на 94% с копейками больше эмоций, чем у нас. Как вы их различаете? Честно говоря, иногда у нас не получается. Понять, что ощущает кто другой сложно. Даже понять себя само не самая простая задача. Но это как бы добавляет жизни остроты. Ну, нам кажется, что было бы неплохо общаться об этих эмоциях. Особенно в фильмах. Например, перечислять их в верхней части экрана. Как в роликах для изучения. Да, да, да. Кинематографисты 20-х годов с вами бы согласились. Это да. Но, извините. Ведь не Нил, не Сильвер. Вы правы. Нас зовут Аманда. Это женская особь. Ну, типа. Значит, вас на Земле несколько? У нас повсюду великое количество. Ааа. Я серьезно думал, что я встречу Нилу. Аманда. Итак. Средняя плотность населения 3450.45 на галактику. Угу. В данный момент мы обсуждаем нечто другое. Да. Вы хотели сказать напиток, верно? Это так. Мы бы не отказались выпить некоторый объем жидкости. Совсем как лиловая жительница Земли. Хе-хе-хе. Да. Лиловая. Лиловая жительница Земли. Интересное описание. Мы ошиблись? Правильно было бы описать вас как лиловую жительницу Земли с четырьмя предатками? А вы о моих рогах и ушах? Эм. Аманда. Когда мы говорим о посетителях, то стараемся не упоминать количество их, ну, знаешь, предатков. О-о-о. Мы просим прощения. Мы не можем обратиться к посетительнице по имени, так как его не знаем. О, я не представилась, извиняюсь. Меня зовут Луя. 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 Да. Приятное звучание. О-о-о. Ну, спасибо. Вы бы не отказались выпить некоторый объем жидкости, как это делает Луя. Хе-хе-хе. Разумеется. У вас есть пожелания? Какую, эм, жидкость вы хотели бы выпить? Яркую и запоминающуюся. Мы хотим, чтобы наш первый напиток на Земле был абсолютно незабываемым. Проще простого, правда? Я справлюсь. Мы рождены для преодоления подобных вызовов. Отличный настрой. У вас есть еще пожелания, Аманда? Мы хотим, чтобы напиток был очень пряным. Нам известно, что в некоторых заведениях подают слабые напитки. Когда посетитель двуногая особь с женской внешностью, согласно нашим исследованиям, подобное поведение нежелательно в практически 100% случаев. К счастью, вы не в таком заведении. Подтверждаю. Итак, вы хотите нечто яркое и пряное. Вам бы понравилось нечто синее и имбирное? Мы не знаем, что значит имбирное. Но мы не против синее и имбирное. Ну, синее и имбирное. Теплый и горький. Я не знаю, кто бы это пил. Ну, ладно. Синяя молния. Цвет мне нравится. Подать. Пряное – это имбирь? Ну, ладно. Синяя молния. Так, у нас прочерк появился. Отлично. Из рецептов у нас появилась беззантяжная аквия, синяя молния. Хорошо. Специально для вас. И правда ярко. Попробуем. Ммм, любопытно. Говорили, что у вас могут возникнуть проблемы с ощущением вкуса. Но мы определенно чувствуем вкус этого напитка. Ваша репутация вполне заслужена. Можно поподробнее про репутацию? Похоже, тебя уже обсуждают. Скоро сюда начнут стекаться хипстеры. Наверное, пора искать новое местечко. Надеюсь, что нет. Мне бы тебе не хватало, Луя. К тому же хипстеры как раз так поступают. Ходят куда-то, но только пока место не становится популярным. Так же? 1-0 в свою пользу. Думаю, ты от меня еще не скоро избавишься. Тебе всегда рады. Итак, команда, что вы там говорили о моей репутации? Мы слушали о вас от родича, раньше носившего имя Нил. А, понятно. Родича, значит, получается, сюда начнут стекаться не хипстеры, а инопланетяне? Может, тебе снимают, извините, название, например, на кофейню близких контактов. Внеземных, ага. Такое название наводит мысль о другом виде заведений. Тогда тебе понадобится мадам вместо официантки. Ладно. Итак, команда, что привело вас сюда? Обозначьте вопрос точнее. Вы имеете в виду на эту планету? И это тоже, но в первую очередь в эту кофейню. Мы прибыли на планету для проведения исково-спасательной операции. Вы Нила ищите? Да как по исково-спасательной? Возможна цель операции сбора данных для исследований и спасения нашего родича. Мы прибыли в эту кофейню, чтобы его дождаться. Мы назначили встречу согласно местным обычаям. Речь прибудет через 2 минуты 3 секунды и 12 миллисекунд. Прошу прощения за группость расчетов. Расчет более чем точный. Вы очень добры. Фрумин говорит о вашем родиче, его зовут Сильвер, да? Верно, мы все часть коллективного разума. Коллективного разума это просто потрясающе. Погодите, если разум коллективный, разве вы не должны чувствовать какой-то общий... Не, хотя стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Общий вкус. А это очень интересная, кстати, тема для дискуссий. Напишите, что вы думаете. Получается, можно не тратить время на назначение встреч. Когда-то в прошлом можно было обойтись без этого. Но Нил под именем Сильвер с каждым днем приобретает все больше человеческих черт. Его связь с коллективным разумом истончается. О! Должно быть и ему, и вам очень одиноко. Тяжело терять связь с близкими членами семьи. Ммм, возможно. Что значит одиноко? Это... Объясни коллективному разуму, что такое одиноко. Когда думаешь о других, но их нет рядом. И от этого становится грустно. Появляется чувство, как тяжесть на сердце. То, что раньше радовало, теряет свою привлекательность. Спасибо за объяснение. Кажется, мы понимаем. Мы не знаем. Возможно, нам действительно одиноко. Мы не можем ответить на этот вопрос с уверенностью больше, чем 61%. Нил. Всем привет. Привет, Аманда. Офигеть. Кстати, о гостях из космоса. А вот и мой бывший завсегдатый. Ой, извини. В позднее время я совсем редко заглядываю. Привет. Меня зовут Луя. Приятно познакомиться, Луя. Я Сильвер. А тебе больше... Я тебе больше... Что там нас слышно? Больше? Много? Так, Сильвер. Фоточка, конечно, да. Я о тебе наслышанно. Больше я не знаю. Ладно. Правда? Наверное, ты ожидал, что я буду в костюме побольше. Наверное. Как в твоей уродыче. Я понимаю, сейчас для меня время перемен. Я решил отказаться от скафандра. Моя нынешняя форма просто отражает то, какой я. Имя я изменил по той же причине. Аманда, ты давно меня ждёшь? Не слишком. Неловкая ситуация. Так, немного. Аманда? Да. Хочу, чтобы ты знала. Я сильно по тебе скучаю. Что значит скучаю? Это похоже на чувство одиночества? Да. Похоже. Когда ты успел узнать, что такое... Когда ты успел узнать, что такое одиночество? Нам сообщили, что это название чувства, которое мы испытываем. Когда думаем о тебе. Это... Я... Я просто... Иди-ка сюда. Идти куда? О-о-о-о! Как они долго обнимаются. Прелесть. Если что, я вас слышу. Хм... Так вот... Мы хотели сказать, что благодарна тебе за то, что ты опоздал всего на 3 миллисекунды. Эх... Приятно видеть, что ты всё та же. Зато ты изменился. Он в каком-то смысле остался прежним. Теперь, когда ты рядом, ты будто вновь стал частью коллективного разума. Твоё присутствие почти такое же, каким было раньше. Очень приятно это слышать. По обычаю, ты должен заказать напиток. Затем мы будем приступать к обсуждению миссии. Миссии? О-о-о... Он... Форма не знает. Ты ничего о ней не слышала? Нет. Что же, изначально я прибыл сюда в поисках любви. То есть для размножения с местными видами. Можно и так сказать. Я понимаю, что ты описывала свою миссию именно так. Я помню, что... Сибир, ага. Да, признаю, но это было давно. Я обо всём расскажу. Но Аманда правда... Но Аманда... Правда... А, Аманда права. Сперва я должна сделать заказ. Теперь я ощущаю вкусы гораздо отчётливее. Так что напиток нравится куда больше. Приятно слышать. Чего бы тебе хотелось? Чего-нибудь, увы, необычного. Хочу изучить все эти новые ощущения. Только ничего крепкого, пожалуйста. Переносимость у меня уже не та, что раньше. Ещё я не против попробовать что-нибудь цветочное и немного сладкое. Может быть, с нотками свежести. Что-нибудь новое, не слишком крепкое, немного сладкое, цветочное и свежее. Как к синему цветку относишься? А, я обожаю синий. Тогда мне что-нибудь сладкое, цветочное, освежающее и синее. Освежающее. Некрепкое. Некрепкое. Подожди. Синее с лимоном. С мятой. Лимон снимает крепкость. Правильно? Освежающее. А, сладкое, цветочное, освежающее. Сброс. Берём это, берём мёд, берём мяту. Освежающее, сладкий, синий. Есть. Приготовить. Цветник. Новый рецептик. Новый рецептик. Тут у нас... Почему оно так работает? Ладно. Типа, я же уже был на его страничке, почему бы сразу не открыть мне то, что надо. Яркий цветник для джентльмена с серебристой шевелюрой. Никогда не видел ничего подобного. Скорее бы попробовать. Надо же, вкуснятина. Когда пьёшь через рот, вкус совсем другой. Ха-ха-ха. Честно говоря, не ожидал, что мне так понравится. Ну конечно, пальцы пить всё время. Только это бы и пил. Со стороны кажется, что пить через перчатку и правда не очень удобно. Да, ощущения абсолютно иные. Не то чтобы приятные... Нет, это по-своему неплохо. Но не передает вкус как рот. Всё гораздо сильнее завязано на ощущениях. От этого вкус куда насыщенней. Но Фрум знает своё дело. Я рад, что могу наслаждаться этими напитками в их изначальной форме. Вернёмся к миссии. А, да, миссия. Я столкнулся с некоторыми, скажем, трудностями. Какого плана? Ну... Дело в том, что... Я пока так и не пригласил никого на свидание. А что такое свидание? Шаг, который необходимо сделать перед тем, как объединиться с кем-нибудь в пару. На свидании можно увидеть... Увидеться, поговорить, узнать друг друга поближе. Похоже, жить без связи с коллективным разумом довольно утомительно. Честно говоря, это и вправду непросто. Но в то же время замечательно. Когда нет связи с коллективным разумом, новые знакомства всегда оборачиваются сюрпризом. Собеседник может реагировать так, как ты не ожидаешь, как бы ты никогда не отреагировал сам. И я каждый раз узнаю что-то новое. О землянах? И о них, конечно. В первую очередь о себе. В этом есть смысл быть друг с другим человеком. Когда ты честен с тем, кого любишь, ты выходишь из зоны комфорта и становишься лучше. Сложная концепция. Для понимания мы должны провести дополнительные вычисления. Мы ведем себя совсем иначе, но это весьма чудесно. Знаешь, кажется, ты уже достаточно во всем разобрался. Не сомневаюсь, что ты отлично проведешь себя на свидании. Спасибо за добрые слова. Я и сам замечаю, что стал больше понимать. Если кто-нибудь согласится пойти с вами на свидание, думаю, все пошло бы лучше, чем было раньше. В чем же проблема? Ну... Дело в том, что... Съедл очень большой город, даже по нашим стандартам. Окружающие вечно заняты. И вопреки романтическим фильмам, люди с трудом доверяются друг другу. Нельзя просто подойти к прохожей на улице и пригласить ее на свидание. Похоже, ты уже пробовал. Да, несколько раз. Как-то раз даже стоял несколько часов на площади с дощечкой на груди с надписью «Приглашаю на свидание». Это не лучшая стратегия. Да, я уже и сам догадался. Люди в основном выглядели немного испуганными. Говорит, многие встречают вторую половинку на работе. Не рассмотрел такой вариант? Ммм... Может, когда-нибудь в будущем? Не знаю. Боюсь, что сейчас моя работа привлекла бы не тех, кого я ищу. А ты не говорила, что нашел работу, Сильвер? Да, да, пару месяцев назад я решил открыть кафе. Что? Серьезно? Получается, вы теперь конкуренты? Нет, ни в коем случае. Для меня это скорее начало семейной традиции. Интересно. В общем, я все перепробовал, и у меня начали иссякать идеи. Так что я решил заново установить «Одинокие сердца», как сделал, когда только я прибыл сюда. Мне кажется, онлайн-знакомство – это хорошая идея. И я так думал, но с тех пор, как я установил приложение, у меня было в общей сложности, и исходя из кручих параметров, предположим, что ноль свиданий. Именно так. Но нет. У тебя есть догадки, почему так? Если честно, догадка есть, но из моих уст это может прозвучать странно. Процесс знакомства в интернете, кажется, мне немного… Нет, очень даже инопланетным. Разъясни подробнее. Ты имеешь в виду, что тебе не хватает знакомств с землянами? Нет, знакомиться можно с самыми разными землянами, но с ними будто невозможно наладить связь. Раньше мне проще это давалось, когда я делал первые попытки несколько месяцев назад. Сейчас это похоже на то, как истончается моя связь с коллективным разумом. В некотором степени я до сих пор его часть. Мне кажется, что если я проявлю инициативу, то найду тех, кто меня поймет. Но когда я наконец себя проявляю, в ответ лишь тишина. Добро пожаловать быть мужчиной. Вот так вот живут мужчины на нашей планете. Как грустно. Извините, я только порчу себя в настроении. Брось, даже не думай об этом. Я просто пыталась вспомнить, есть ли у меня друзья, с которыми я могла бы тебя познакомить. Они все уже в отношениях. На тебя доброе сердце, Луя. Со временем я что-нибудь придумаю. Для меня это довольно важно. Для некоторых это и вовсе экзотенциальная проблема. Мы поможем. Даже не знаю. Спасибо за предложение, Аманда. Но я нахожусь здесь уже много лет и мне по-прежнему непросто. Когда я только-только прибыл, то даже не мог поддержать разговор. Теперь мне кажется, что я понимаю людей лучше, но все равно. Тебе сейчас хочется не разговоров, правильно? Тебе не хватает связи с коллективным разумом. И вначале все давалось тебе проще. Ты же сам так сказал? Да, так и есть. Но мы коллективный разум и только что сюда прибыли. Мы поможем. А в этой идее есть здравый смысл. Мне кажется, соцсети чем-то похожи на коллективный разум. Тогда почему бы и не попробовать? Что ж. Тогда решено. Когда мы пойдем, я покажу тебе, как устроено приложение. Мы готовы. Мы соберем данные и сделаем выводы. Объединив мощь коллективного разума с твоими человеческими знаниями, с учетом твоего предыдущего опыта и новых навыков, мы оцениваем наш шансовый успех в 100%. Нравится ваша уверенность. Аманда всегда был пробивной характер. Мы не знаем, что это значит. Но сочтем за комплимент. Нам приятно. Что касается... Секунду. Что? Уходим сейчас же. Но... Что случилось? Эм... За... За ними же... Объясню позже. За ними же охотится этот чувак в черном. Эм... Эм... Простите. Нам пора. Скоро увидимся. Надеюсь. Мы... Нет времени идем. Ух... Ух... Бегите, ребята. Бегите, глупцы. Это было... Странно. Да, они так внезапно сорвались. Надеюсь, у них все в порядке. Чувак в черном, смотрите. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. One Punch Man. Привет. Добрый вечер. Добрый вечер, господин агент. Вы знакомы? Агент как-то заходил и спрашивал о наших посетителях. Наверное, сегодня он зашел за кружечкой кофе? К сожалению, нет. Я здесь по официальному делу. Кажется, все серьезно. Да, очень серьезно, мисс. Луя. Луя и Фру. Вы понимаете, почему я здесь, верно? Если не за кофе, то даже не знаю, что и думать. Вот как. Значит... А что насчет вас, Луя? Не желаете сделать особенное предположение? Обоснованное. Обоснованное предположение? Клянусь, я подала налоговую декларацию несколько месяцев назад. И Бею с этим помогла примерно тогда же, так что вряд ли дело в этом. Без понятия. Вы что, держите меня за дурака? Нет, мы держим тебя за лысого. Мы лысисты! И в мыслях не было. Тогда дозвольте мне внести ясность. Не видели ли вы в кофейне инопланетян? Инопланетян? Извините, но такое разве бывает? Подумайте еще раз. Хорошенько подумайте. Я бы на вашем месте отвечал честно. Мне уже начинает это надоедать. Мне бы сделали... Мы не сделали ничего плохого. И не обязаны отвечать на ваши вопросы. На самом деле... На самом деле, можете не продолжать. Я свои права знаю. А вот у вас нет права заявлять сюда и вести себя как важная шишка. Я не видел, чтобы в эту кофейне заходили те, как его здесь не должно было бы быть. Так что советую вам с вашими домыслами уйти отсюда. Фурум не любит, когда посетители докучают. Мое расследование... Ваше расследование ничего для нас не значит. Я начинаю злиться, мистер. И поверьте... Вы не хотите увидеть меня в гневе. Эй, не смейте меня трогать. Я не делал ничего подобного, по крайней мере, пока. Хорошо. Я уйду. Но это еще не конец. Я не собираюсь стоять в сторонке, пока я на планете не захватываю светл. Поступайте, как считаете нужным. Вы лишь зря потратите время. Это уже мне решать. Доброй ночи. Вот это да. Может, обычно я веду себя тихо, но все же не зря я субкуб. Здорово, что мы с тобой дружим, не враждуем. Честно говоря, обычно я избегаю конфликтов иногда. Но иногда иначе просто нельзя. Интересно, какие цели он преследует. Он агент иммиграционной службы, занимается вопросами инопланетян. Они уже давно преследуют Сильвера. Он уже давно преследует Сильвера. Еще с тех пор, когда Сильвер разваленил. А внешне он смахивал на Аманду. Симпатии у меня к нему не прибавилось. Честно говоря, я с трудом удержалась, чтобы не ударить его по самодовольному лицу. Потому что я его не трогал, несмотря на то, что он подумал. А кто его тогда трогал, погоди? Нет, нет. Ты и правда его не касалась. Это к чему? Это я? А кто я тогда такой? Похоже на важный пропуск. Будет жаль, если он потеряется. Я у него что-то украл? У агента кое-что с собой было, и теперь у него этого нет. Ну ты даешь, не думала, что у тебя хватит на такое духу. Любопытный именной пропуск. Уверена, что кто-нибудь с креативным мышлением смог бы найти ему применение. Ты читаешь мои мысли? Что ж, похоже у тебя есть время поразмыслить, что с этим делать. И кому передать, в самом деле. Знаешь, не хочется этого признавать, но вся эта ситуация была у меня из равновесия. Извини. Твои вины в этом нет. Но я, пожалуй, пойду. Пройду немного времени со своим женихом. Буквально секунд 30. Прежде чем захраплю у него на плече. Отличный план. Передай ему привет от меня. Обязательно. Отличные тайминги, секунд 30. Не нравится мне этот агент быть беде. Пропуск выглядит серьезно. Кто знает, что будет завтра? Я очень хочу знать, что будет завтра. Но пока что на этом мы серию будем заканчивать. Сироп от каши, лекарство от больного горла. Блин, хорошая штука. Нажимать на любую клавишу мы будем также уже в следующей серии. Читать заголовки. Приступать к четвертому... Четвертому же? Нет, на самом деле сбился. Извините, ребят. Все. На этом серия заканчивается. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра-бабра. Всем молодушек. Всем покеда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok